Приветствую с 162 серии нашего пути, вам жан за 365 дней на родине, РП сервер Приморский, округ, начинаем мы на 145 дне, зашел в игру в 2026, сразу же залетая в нашей майнинг фермы, собирая все наши на майнинг биточки, плюс 67 битков. Решил вступить в кавказскую мафию, прилетел на респу, теперь нужно найти замок. Кстати, ставь лайк, если хочешь, чтобы каникулы длились как можно дольше. Что ж, походу вот это зам, ну чё-то у них тут какие-то перестрелочки. Примите, пожалуйста. Так, наконец-то мне кидает предложение и вступаю. Почему-то мне выдали вот такой вот скин женщины. Ну, спасибо. Переозошел в игру, я стал нормальным мужичком, окей, забегаю в банк и продаю все наши на майнинг биточки, плюс 4,4 миллиона. Также оплачу налоги на наши дома. Ну и, конечно же, не забывая про мероприятия собирателей, залетаю сюда и начинаю быстренько собирать подарочки. Встретил подписчика, передаю тебе огромный приветик. Кстати, если что, я играю на родине, РП сервер Приморский округ, поэтому если ты еще не начал играть вместе со мной, то качай игру по ссылочке в описании при регистрации на мой Приморский округ Вадимоник Наполеон. Шторм, за который ты получишь максимальный количественный денег от системы. И также не забывая про право-кодик Шторм с маленькой буквы, сейчас я его прокачу и буду очень рад, если вы его ведете. Жду именно тебя. Что ж, неплохо, так подарочков я пособирал. И решил начать работать на фуре и хочу поработать после 7 дней на фуре. Да, прям 7 дней подряд. Не знаю еще сколько по времени, думаю где-то часика 2 каждый день или может больше. Ну, короче, те деньги, которые я буду зарабатывать эти 7 дней, я их не буду ни на что тратить. И посмотрим через 7 дней, сколько денежек мы с вами получим. Скания у нас не работает, к сожалению, поэтому сажу серую ножечку и погнали работать на ней. Но для начала нам нужно найти, конечно же, прицепик. Решил заехать перекрасить нашу сканию, чтобы немножко изменить стиль. Решил выбрать вот такой вот фиолетовый. Но что-то не сильно скания поменялась, напишите какой цвет был лучше, розовенький или фиолетовый. Ну, а вот теперь точно погнали искать прицепик. Везет, везет, нахожу здесь прицепик, беру его. Ну и погнали брать наш первый груз. Беру наш первый груз, это 16 тысяч медной проволоки. Ну и поехали. Пока везу, пацаны, давайте ли вас сегодня разгромим 2000 азакоинцев абсолютно на любом сервере Родины. Просто, если ты уже подписан, то отпишись и подпишись. Если не подписан, то подпишись. Поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий от 4 слов с тайным словом. Давайте тайное слово сегодня у нас будет. Какая ваша любимая мобильная игра? Мне будет очень интересно узнать. Если что, итоги у нас на 100. Лайк об этом и рассказывайте про розыгрыш друзьям. Шансы есть у всех. Что ж, довожу наш первый груз. Из-за него мы получили плюс первый миллиончик. Повезло, так повезло. Работаю дальше. Опачки, пацаны, выпал плюс первый арест дальнобойщика за сегодня. Ништяк. Пока что все мне нравится. Немножко утонул, но благо на родине РП сервер Приморский округ, где играю самые добрые админы. Они нам помогают. Поэтому, братанчик, гой играть вместе со мной. Так, приехал на базу дальнобойщиков. Беру наш прицепик. Новенький. Ну и берем новый груз. Работаем дальше. Получил плюс 16 ацикоинцев за выполнение какого-то ревардца. Повезло, так повезло. Снова потерял прицеп. Да капец, что ж такое. Невезуха. Давайте, короче, будем заканчивать, наверное, работать сегодня. Неплохо так поработал. Начинал я работать, когда у меня было 7,1 миллиона. А сейчас у меня 17 и почти 1 миллион. То есть, буквально 10 миллионов я заработал почти за час. Поэтому, пацаны, работа дальнобойщика это полная имба. И плюс нам еще выпало плюс 5 ларцов дальнобойщиков, которые стоят по 600 тысяч за штуку. Плюс-минус. Ну, это годно, пацаны. Поэтому всем рекомендую работать на дальнобойщиках. Прибежал на центральный рынок. Поймал здесь лавочку. Выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Так и закончился наш 145 день. Начало 146 дня началось у нас в 9.09. Сразу же забегаю в шашлычку и кушаю вкуснейший говяжий шашлычок. Прибежал на центральный рынок на поиски видеокарточек. Но, к сожалению, не нашел их. Поэтому приехал на шахту, чтобы пройти пару квестиков в батлпассе. Нужно просто продать вот этому парнишке ресурсы. Продаю ему 5 золота. Минус задание о батлпассе. 5 серебра. Минус еще одно задание о батлпассе. И 10 камней. Минус еще одно задание о батлпассе. Забираю награду. Это плюс 100 зекоинсов. Ништяк. У меня уже есть 2161 зекоинс. Напишите, на что мне их потратить. Или на что копить. Если что, все комментарии я читаю. Прибежал на металлоискатели. Погнали поищем кладик. Так, везет, везет. Нахожу первый кладик. Отлично. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас плюс ящик американских звезд. Мата ящик. Ящик марвел и авто ящик. Ну и крышечки эрколы. Ништяк. Так, везуха. Еще один кладик нахожу. Смотрим, что здесь. А здесь ящик джентльмена. Материалы, серебряные рулеточки. Ну и крышечки эрколы. Тоже неплохо. Опачки, пацаны. Еще один кладик. Смотрим, что тут. А тут у нас материалы. Бронзы 4 штучки. Ну и материалы. Ну и крышечки. Фигня. Прямо рядом еще один кладик. Смотрим, что тут. Здесь у нас подарочки 28 штучек. Бронзы 6 штучек. Еще бронзы 2 штучки. Ну и ящик джентльмена. Спасибо. Встретил подписчика и вот он что-то хочет вам сказать. Ребят, кто на Шторма не подписался, у того Покессон сломался. Ха-ха. Это правда. Прибежал на мероприятие дрифты. Регистрируемся. Ну и погнали дрифтить. Так, нужно ехать аккуратно, потому что в любой момент я могу снова улететь в канаву. А мне это не нужно. Кстати, не понимаю, почему мало людей ходят на мероприятие дрифты. Да, да, здесь одна карта. Но все равно, пацаны, довольно интересное мероприятие. Можно приехать сюда подрифтить, послушать музычку. Главное не улететь в канаву. Ой-ой-ой, как я это сделал? Да. И плюс можно залутать халявные ларцы дрифтера, которые неплохо так стоят. Так, сегодня у нас следующий день, второй как бы. И давайте с вами поработаем дальше на фуре. Сканей не работает. Сажусь в реношечку, ну и погнали искать с вами прицепик. Везет-везет, нахожу прицепик. Ну и берем наш первый груз. Сегодня это 16 тысяч огнетушителей. Ну и поехали. За него мы получаем плюс 830 тысяч. И первый ларез дальнобойщика за сегодня. Повезло так повезло. Немножку я застрял в столбе. И здесь ко мне подбежал полицейский и говорит, что может помочь. Спасибо, не надо. Ничего, работаю дальше. Что-то все сегодня ко мне пристают здесь. Ништяк, еще и шины у нас сломались. Ну капец. Но это не мешает мне довезти этот груз. Приехал на СТО и прошу, чтобы нам заменили шины. Нам быстренько их меняют. Плюс решил еще заменить масло. Ну и поехали работать дальше. Что ж, сделал последний груз за сегодня. Начинал я сегодня работать, когда у меня было 26,9 миллионов. Сейчас у меня 34,4 миллиона. То есть плюс 7,5 миллиона. Тоже неплохо. И также плюс 5 ларцов дальнобойщика. Повезло так повезло. Плюс забираю ежедневную награду за сегодня. Это плюс вот такие вот винилы. Давайте, кстати, сразу же их оденем. Но что-то я не понял, что они меняют. Я их одел. Может нужно перезайти? Ну перезашел, там ничего не поменялось. Ладно. Приехал на центральный рынок на поиски чистого рудного чайка. Нахожу его по оверпрайсу за полтора миллиона. Ну ладно, давайте купим. И как только я хотел отправиться на шахту, уже даже забежал в шашлычку, покушал вкуснейший говяжий шашлычок, у меня вырубили свет. Зашел я уже под вечер и решил прилететь на автобазар, чтобы продать наш вертолет, который мы выбили в прошлой серии с контейнера. Но почему-то я приехал на автобазар, юзай его, а пишут, что вы должны быть на автобазаре. Хотя я уже на автобазаре. Ладно, поехали на другой автобазар. Прилетел на другой автобазар, но здесь та же проблема. Решил перезайти, но ничего не поменялось. Решил залететь на работу пилота, потому что здесь очень легко можно лутать азекоинцы, то есть просто попадать в рейтинг пилота. Вот давайте сейчас сделаем буквально один рейс. Просто на вертолете вот так вот быстренько пролетаем весь город. И вот мы уже в рейтинге игроков на третьем уровне. Это значит, мы получим как минимум 300 азекоинцев. Поэтому юзайте, пацаны. Ну, решил залететь в казино. Да, мы подняли в этой серии 17,5 миллионов, поэтому их мы не будем тратить. А те денежки, которые мы подняли на перепродажах и так далее, будем их, конечно же, тратить. Поэтому залетает сразу же на 1 миллион, 1 миллион у нас в 5. Дмитрию падает 4, Томасу 9, Елисею 10, ну и нам 5, к сожалению, слив. 5 миллионов у нас в 2, Елисею падает 12, нам 4, к сожалению, слив. Ничего страшного, сейчас будем камбэкать. 2,5 миллиона у нас в 3, Томасу падает 5, Елисею 7, нам 8, плюс 7,5 миллионов, ништяк. 1,9 миллиона у нас в 5, Томасу падает 7, Деду 12, Елисею 3, нам 7, к сожалению, снова слив. Что-то не везет сегодня. 3,3 миллиона, Елисею 9, нам 9, Валерий 6, мы с Елисеем выходим во второй тур. Елисею 9, нам 6, к сожалению, слив. Ну и давайте залетим на последние 5 миллионов, если сейчас проиграю, буду уходить. Главное не заигрываться. Максиму падает 11, Елисею 12, капец, им числа, конечно, падают. Но мне шестерочка, не повезло, сегодня не повезло. Кстати, встретил подписчика, тебе передаю приветик. Приехал на штрафстоянку, забираю наш последний моцик и погнали его продадим. Приехал на автобусар и выставил на продажу за 2,5 миллиона. Так и заканчивается наша 62-я серия, поэтому если хотите 63-ю серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. Ну а с вами был Кайксида Шторм, всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока. И помните, это только начало, дальше больше.